16 часов в Одессе в прямом эфире 7 новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Президент Украины представил нового главу области Максима Степанова. Я напомню, сегодня Петр Порошенко с визитом в Одессе. По его словам, результатом конкурса на пост главы Одесской ОГА и человеком, который стал победителем, он доволен. Вин не лише господарник з великої літери, але й громадський діяч, людина, яка має досвід державного керівництва. І я на сьогоднішній день такий пріоритетний для України регіон, як Одессина, впевнений, що на його чолі він зможе продемонструвати дуже добрий результат. Друзі мої, ми вирішили, що ми квітів чоловікам не даруємо, а урочисто вручаємо посвідчення голови Одесскої обласної державної адміністрації Максиму Володимировичу Степанову. Прошу любити і жалу. Я спрямований виключно на результат, а не на роботу заради роботи. Я впевнений, що ми в змозі всі разом дійсно в дуже стислий короткий термін показати класний результат. І дійсно, Одеська область – це перлина всієї України, і вона повинна бути такою. Також президент зробив нескільки заявлений. Однім із приоритетів на 2017-й год назвав ремонт і строительство дорог. Отметив, що в 2016-м на ці нужди було виділено 12 мільярдів гривень, на 2017-й – 30 мільярдів. Детальні о візите ми розповімо в следующому випускі. В Одесу вже пускають большегрузний транспорт. Він ходить і в направлении, і з міста. По состоянию на 12.00 все трасси открыты, в тому числе і Одеса-Арені. Я напомню, за погодних условий ще вчера було запрещено движення на автодорогах Одеса-Арені, Одеса-Кучурган, Одеса-Белгород-Днестровський. Однак в условіях гололеда спасатели і полицейські просять водителів, як і пешеходів, бути осторожними. Суд по делу інвестора в ЖК «Адмирал» перенесли. Причем дата следующего заседання пока неизвестна. Я напомню, це один із найзвістних одеських недостроів. Десятиэтажний дом в 2007-м почала возводить компания «Гранит-К». Но об'єкт она не здала до сих пор. Напомню, у своей квартиры ждут 216 семей. Ми з самого начала, з «Котлована», можна так сказати, вже більше десяти лет, полностью заплатили всю суму за наші квадратні метри. І боремся, ждем. Ще в прошлом году суд обязал застройщика компанию «Гранит-К» выполнить план санации. В ноябре 2016-го он должен был сдать 4 секції дома, но задачу не выполнил до сих пор. Ми хотіли, щоб судді вже в кінці кінців як-то прислувався до нашим требуванням, замінил руководителю санации. І вже замінив руководителю санации, так як він не справився з своїми об'язанностями за останній год, ми рассчитували на те, що з новим чоловіком нам удастся знайти застройщика. Тільки що нам объявили, що дело із апелляції не повернулося, і тому суд відкладається. Наскільки він відкладається, неизвестно. Скоріше зімою, цю інформацію ми получим позже. Це може означати тільки одне. Пайщикам жилого комплексу «Адмирал» знову придеться ждати. Пожар на в'їзді в город. Вчера около восьми вечера на Ведиопольській дорогі между седьмым кілометром і Одессі згорел автомобіль «Таврия». Возгорання произошло во время движения. Коли мужчина, наконец, остановився возле одной із заправок, легковушка уже пылала. Водитель вызвал екстренные служби. Пожарные, полиція, огонь потушили. Однака машину спасти не удалось. Она выгорела дотла. По словам копов, мужчина успел спасти только документы і пару гаечних ключей. Обошлось без пострадавших. Жители дума, что в Пироговском переулке десятилетиями живут с дырявой кровлей. Вода затапливает квартиры во время любых осадков. Сотрудники ЖКС ремонт делают точечно, а вот за капитальный не берутся. На крыше проблемного дома были наши корреспонденты. В этот дом по адресу Пироговский переулок 6 мы приезжали два года назад. В квартире 78-летней одесситки мэрии Александровны протекала крыша. Вода распространялась по потолку и стенам, а проводку замыкала. Спустя какое-то время мы наведались опять, но дыры в кровле никто не залатал. А вот по прошествии двух лет мы вновь вернулись. Пришел парень, я, конечно, ему дала деньги. Я говорю, мальчик, закройте эту сторону, потому что в кухне у меня все затопило полно. И вот эта стена, вот это, вот этот кусок, и вот так вот как-то он шел сюда. И в углу еще текло. Целых пять лет понадобилось, чтобы заставить ЖКС делать свою работу. Крышу залатали, но только над квартирой мэрии Александровны. Ее соседка провела нас на чердак здания, чтобы увидеть все своими глазами. Вот по-прежнему у нас лысый конек. По-прежнему у нас вот этот вот старый древний шифер, который вот какие трещины, вот какие пазы и все остальное. То есть вот если сейчас не взяться, не подняться, не выкинуть этот снег на крышу, все это польется в комнаты. Этому дому более века. Капитального ремонта здесь не видят десятилетиями. Каждую зиму на этой крыше собирается снег. Сюда его надувают через многочисленные щели и дыры. А когда температура воздуха повышается, снег тает и вода поступает в квартиры жителей. Кроме этого здания разрушает огромное количество хлама на крыше. Здесь и непонятный мусор, и даже голубиный помет. Тут собираются целые стаи птиц. Голуби рождаются, живут, погибают и снова рождаются. Все это рушит дом. Жители не знают, как перезимует. И с опасением ждут новых снегопадов. Когда сильно метет, это все погибло. И я буду затоплена, это точно. Потому что эти окна, которые там вот есть у нас на крыше, надо закрывать. А кто их закроет? Я же не полезу. Узнать будут ли ремонтировать дырявую крышу, мы отправились в ЖКС Фонтанский, что по адресу Пироговская, 3. Материалы уже закуплены. Но из-за погодных условий вот этих вот крышу мы не можем сделать. Как только снег сойдет, и кровечек сможет выйти на крышу, все, материалы уже есть. Все. Мы, допустим, 10% объема от крыши сделаем. То есть все неполадки мы устраним. Но это будет некапитальный объем. Ну а пока в ЖКСе ждут нужной погоды. Жители дома боятся, что их снова затопит. Ольга Голодова, Алексей Пережилин, 7 канал. Некоторые улицы города до сих пор не расчищены. На это жалуются одесситы. В частности, проблемная улица Толбухина. Люди говорят, проехать там невозможно. Машины хоть раскатали одну глубокую колею, но разъехаться двум автомобилям проблематично. Хотелось бы, чтобы было расчищено, конечно. Я еще хотела, чтобы Толбухина бы открыли вообще. Потому что уже больше, чем полгода его не открывают. А пробки и аварии на Авдеева-Черноморского из-за того, что большой поток машин и нерегулируемый перекресток делают свое дело. Там больше 15 аварий с сентября месяца произошло. Также местные жалуются на гололед. Говорят, дорогу ничем не посыпали. Напомню, улицу Толбухина на участке от Глинки до Петрашевского перекрыли еще в июле. Там планировали отремонтировать дорогу, установить дорожные знаки, фонари и высадить более 80 деревьев. Закончить работу обещали 7 октября. Однако на месте ремонта только разрытые ямы и ограждения. Одесские художники с помощью кухонной лопатки слепили скульптуру. Снежное творение в виде ангела сделали возле своего дома на улице Академической. Сначала хотели установить скульптуру в парке Победы, но побоялись, что вандалы ее разрушат. Наша Ольга Голодова видела, как создавали снежный шедевр. Еще три часа назад на этом месте была просто заснеженная детская площадка. Теперь здесь в рост взрослого человека стоит скульптура «Ангелочка». Это работа творения рук одесских художников. Руководит процессом художник Виталий Деть. В его руках небольшая статуэтка в виде маленького небесного создания. Она в качестве натуры. Ну а инструменты – кухонные лопатки для блинчиков, морковь и рукавички. Какими-то простыми подручными средствами получилось определенные под его руководством вещи сделать. И когда ты это сделал, у тебя такое ощущение приятное. Чувствуешь себя творцом чего-то красивого. «Ангелочка» слепили во дворе своего дома. Сначала хотели установить его в парке Победы, но побоялись, что вандалы разрушат снежное изваяние. К слову, так произошло в прошлом году. Тогда скульптура простояла всего два часа. Вандалы постарались. Но художники не расстраиваются. Говорят, это всего лишь повод сделать что-то новое. Человек все-таки создан для того, чтобы созидать. И вот когда он созидает, что угодно, и снега, и с глины, и поет, танцует и так далее, то, мне кажется, он получает контакт с чем-то наиболее высшим, и то, в принципе, ради чего и живет. Ну и тогда, возможно, в данный момент у него сердце еще открывается, и он испытывает настоящее чувство любви ко всему миру. Авторы работы говорят, что такая идеальная погода для лепки с нулевой температурой воздуха бывает всего пару раз в году. Поэтому стараются не пропускать. Да и людям нравится то, что они делают. Супер. Сейчас пойдем фотографировать детей, пока не успели развалять или дождь разрушить. Я думаю, чем больше людей будет радоваться, смотреть и наслаждаться, тем, я думаю, мир будет краше, веселее, радужнее. Чтобы полюбоваться снежной скульптурой, приходите на улицу Академическую 20Б, пока она не растаяла. Ну а мы спешим себе сделать селфи на память. Ольга Голодова, Евгений Руденко, Седьмой канал. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Если вы стали очевидцами интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся в 18 часов. Оставайтесь седьмой. Субтитры сделал DimaTorzok